Спасибо большое за приглашение на конференцию. Я скажу два-три мемарных слова о том, что в свое время моя сокурсница и ученица Вячеслава Силовича познакомила меня с Сергеем Юрьевичем Неклюдовым, а уж тот привел меня к Елизару Моисеевичу и затем в семинар по сибирской мифологии. Вот так на заре туманной юности я соприкоснулась с сектором, была приглашена на доклад об архиве Фрейденберг и затем многократно участвовала в различных конференциях сектора, где работали Вячеслав Силович и Владимир Николаевич и многие другие замечательные ученые сейчас работают. Я хотела еще сказать два слова о пользе тунгусоведения для филолога-классика, которое не очевидно в целом в обществе, но для меня совершенно очевидно. Я не стала тунгусоведом, когда-то Цинциус вела меня по коридору и говорила, веду латиниста-тунгусоведа. Ну я не стала ни латинистом, ни ленистом тунгусоведом, но от классической в двух смыслах фоноберии филологов-классиков, которые полагают, что нет ничего выше и первее, чем мифология, культура греков. Я была надежно защищена этими семинарами у Елизара Моисеевича и работой над архаической мифологией. Мой оммаж в данном случае к Сергею Юрьевичу состоит в том, что я хочу добавить маленький штрих к его замечательной работе, которая была опубликована первый раз аж в 1977 году в сборнике семиотико-художественного творчества и называлась «Длинно и научно о функционально-семантической природе знаков в представительном фольклоре». Теперь та же работа, но с добавлением литературных параллелей называется «Пленник ямы». Это очень, с моей точки зрения, содержательная и прямо-таки классическая работа. А я добавлю к ней еще одно литературное произведение – это «Дафнис и Хлоя». Эпизод, который я хочу добавить, полностью реалистический, нисколько не эпический, не сказочный и не мифологический. И состоит в том, что в окрестностях деревень появилась волчица, у которой волчата, и поэтому она все время разбойничает, наносит ущерб садам. И стремление пастухов от нее избавиться почему-то называется умыслом рота насчет юноши и девушки. Пока те заняты своими преимущественными пастушскими детскими забавами и делами, эрот замыслил для них, называется, спуде, такую заботу или поддержку, очень своеобразную. Стало быть, сельские жители вырыли яму, сажень шириной и глубиной, четыре сажения, не 90, как в текстах о пленнике ямы у Сергея Юрьевича, в работе Сергея Юрьевича. И все очень по-бытовому. Яму замаскировали, и ни одну устроили ловушку, но волчица почуяла опасность, а вот Дафнис чуть не погиб. Как вы понимаете, он попал в эту яму, погнавшись за козлом. Козел гнал другого козла, это из ревности, и победитель гнался за побежденным, а Дафнис, значит, бежал следом. Козел упал в яму, следом разгневанный Дафнис. Козлы обломали рога, что, возможно, имеет эротические коннотации, но нас больше будет интересовать то, что Хлоя спасла Дафниса и как она это сделала. С помощью соседа-пастуха все очень реалистично, она сама не может вытащить юношу. Она, значит, ищет веревку, веревку не находится, и Хлоя, развязавшая свою нагрудную повязку, Тайнию, она достаточно длинная, помогает его достать из этой ямы. Тайния есть еще в другом романе, она на теле Хариклея, героини Эфиопики, намотана на ее тело под одеждой и содержит вышедшие на ней непонятными героини эфиопскими письменами всю ее историю. Ну, Хариклея тоже была подкидышем и носила на себе такое свидетельство о ее рождении, о своем рождении. Дафнис даже не поранился, но все его тело было в грязи и в земле, и чтобы не пугать родителей, не отправились в пещеру Нимф, Дафнис дал Хлое хитонную сумку и стал мыться. Хлоя впервые замечает, что Дафнис прекрасен, она еще и помогала ему в умовении, и заметила его красоту и очарование, и ищет причины своих впечатлений. Это, наверное, от купания, а на другой день думает, что он так красив, наверное, от игры на свирели. Пересказывать статью Сергея Юрьевича было бы, конечно, неправильно, но самое краткое, что я позволю себе сказать, это эпизоды эпоса и сказок средней и центрально-азиатского региона и Сибири, в которых рассказывается о злокозненном сбрасывании героев в подземную тюрьму, в огромную яму, ловушку или о добровольном спуске героя, сказочный мотив в такое подземелье, которое оказывается до некоторой степени даже вполне преисподней. В одной из бурятских сказок хан тесть поручает герою вычистить дно, так сказать, преисподней и спасенного оттуда при помощи жены, невесты, небесной девы, шаманок или коня, или их вместе при помощи веревки или аркана, волшебные нити, которые выводят из лабиринта преисподней, подобно самого лабиринта, подобного клубку нитей, и, наконец, девичьи косы или, соответственно, конского хвоста, которые еще к тому же расчесывают ради их удлинения, особенно девичьи волосы, создавая тем, этими распущенными волосами, магико-эротическую энергию и обольщение и спасение. Бывают среди этих дам и тех, кто, наоборот, заманивает в эту яму. Думаю, что разматывание нагрудной повязки сопоставимо по своим эротическим коннотациям телесного освобождения, расчесывание волос, длинных волос в фольклоре, но выглядит гораздо реалистичнее и проще. Почему бы, однако, не найтись в веревке? И это потому, что все это подстроено эротом. Вот только это какая-то внешняя канва говорит о какой-то не вполне реалистичности. Дальше Сергей Юрьевич обращает внимание на регулярную в этой ситуации матримониальную тематику, которая может присутствовать в рамках эпизода или его ближайшем сюжетном контексте. У нас, скорее так, есть и эротический контекст, есть и его развитие в дальнейшей сцене с омовением. Обращает внимание Сергей Юрьевич на номенклатуру персонажей. Там тесть, старшие, дитя, невеста, жена. И часто это сватовство, или неудачное, или удачное, или герой оказывается жертвой своего реального или потенциального тестя. Иногда беда случается даже при матримониальных намерениях, но бывает и сюжет, когда, попадая в подземную тюрьму, герой затем спасается влюбленной девушкой, и попадание в яму становится способом добывания жены. Дальше Сергей Юрьевич я сейчас процитирую. Казалось бы, ситуация, при которой человек подобным способом убирается из ямы, однозначно, самоочевидно, и не заключает в себе никаких загадок. Более того, она вполне может соответствовать действительности, по крайней мере, теоретически. Подземные темницы, эти данные, исторические и реально. Ничего немыслимого нет. Ни в замаскированной яме ловушки, использованной как своего рода военная хитрость, ни, наконец, в бегстве. В нашем случае спасение героя с помощью девочки достаточно вспомнить Толстовского кавказского пленника. Важно, что сама... Это важно для данной статьи, что сама схема имеет разные вариации в эпосе, сказке и мифе. И если угодно, я в виде таблицы Сергея Юрьевича покажу и эту таблицу на экране. Сейчас, одну секунду. Здесь для нашего текста важен спуск в подземное царство. Видите, что здесь дан миф, сказка, эпос и некоторые модификации мотивов в соответствии. Это добавлено как таблица уже в новой статье 7-го, кажется, года. Это падение, спуск в подземное царство за раненым демоном. Похож на то, как он падает вслед за раненым этим баранам и напоминает о том, как Тезей спускается, заходит в лабиринт для битвы с Минотавром, таким человеком, животным. То есть, казалось бы, наш случай отличает именно падение козла, но вот в других никаких там козлов нет. Но на уровне мифа мы находим это в случае Ариадной. Именно Тавра и нить там есть, по которой можно спастись из этого лабиринта преисподней. Ну и вот спуск в подземное царство за раненым демоном тоже сохраняется в абсолютно реалистической картинке с этим самым козлом. Ну, мы не можем, конечно, знать, откуда берется этот любовно-матримониальный элемент в истории, зачем он Лонгу, откуда он к нему прилетел, этот эпизод из узбекского эпоса, и зачем он вообще в романе. Что Лонгу – это Гекуба Алпамыш? В романе очень много чудесного в целом, но здесь, в отличие от эпоса и сказок, чудесного нет ни грамма. И если это просто реалистическая зарисовка, то почему род ее подстраивает? Эту историю с непойманной волчицей, реальной волчицей, реальной ситуацией придется сопоставить еще с двумя волчьими историями в романе. Но все они реалистические. Вторая история представит нам бутафорского волка. Помощник Хлои при вытаскивании Дафниса влюбляется в нее и не умеет шансов отвлечь ее от Дафниса. В честном состязании, кто из них красивей, в песне «Самовосхваление», «Инвективе» и «Поношение противника», а судьей избрана Хлоя, Дорпен, так его зовут, решается напасть на нее. Это звериное поведение обставлено тоже по-звериному. Он надевает на себя шкуру огромного волка, пасть на голову и идет к источнику в глубоком овраге, где кусты и заросли перечисляются разные растения. Казалось бы, совершенно ненужные здесь дикие окан, шипомник, можжевельник, чертополох, но все это царапающее, хватающее, задерживающее. Ждет прихода статус Хлои к водопою на дне этого оврага, но стоило ему пошевелиться, как собаки почуяли, его набросились, стали рвать эту самую шкуру. Но Дафнис и Хлоя приняли все это за шутку и повели Доркана из кусанного и окровавленного к ручью тоже омывать. Самодельными средствами завечили его раны. Уже две эти истории позволяют увидеть некоторое их смысловое и образное подобие. Речь идет об эротической агрессии. В первом случае это козлы их соперничества, которые плохо кончаются для них, рога обломали оба, а второго еще и отдали Доркану для жертвы в награду за помощь. Дафнис также проявил агрессию, пусть и не эротическую, но и он схватил палку, погнался как преследователь за преследователем. Так он несколько уравнен по умению владеть собой с козлом. И это, а я его козлом-то бараном называю, простите, козел. И это подстроенный эротом для него закончилось не очень хорошо, но привело к пробуждению чувств Хлори. Эротическая агрессия ряженого волка получает комический поворот. Имя его – газель. А если ты газель, не ведись волком. Даже отсутствующий настоящий волк опасен ловушками, в которые можно попасться, а Доркан, несмотря на яму, овраг, чаще путы, опознан как ряженый неудачник. И так реальный ряженый и третий волчий эпизод волк, вернее волчичка, волк все, так сказать, больше сублимируется. Только по имени. Это женщина, но с животной агрессивной или хищной природой. Зовут ее Ликенион, маленькая волчица. Сцена с Ликенион до деталей воспроизводит сюжет мирового фитлора по дикому, не знающим тайны пола и брака человека, и его оккультуривание, по умнению, благодаря женщине. Древнейшая фиксация этого очень распространенного мифа находится в эпосе о Гельгамеша. Это история Инкиду. И блудница Инкида живет со зверьми, как, собственно, и Дафнис. О его, по умнению, благодаря встрече с храмовой блудницей. По умнению, благодаря этой встрече для дошедшей до нас античной литературы, что, конечно, поразительно, потому что миф очень распространенный. Этот эпизод уникален. Собственно, по латыни, если перевести на латынь, а Лонг, вероятно, был членом римской семьи Лонгов, это «люпула», просто римский термин для древнейшей профессии. Он так, так сказать, ее закамуфлировал. Она хитростью заманивает Дафнису куда? В чащу, где не забывает сказать, автор есть источник и предлагает ему дать урок того, чего Дафнис не знает. И так как она подслушала, подсматривала и поняла о проблемах Дафниса и Хлои, и их, так сказать, полного неведения. Это эротикия пайдогогия, эротическая педагогика, воспринимается Дафнисом как нести священное, падает перед ней на колени, морет, благодарит, обещает лучший сыр, козленка, всякие дары и жертвы за такую науку. Вот она посвящает Дафнису в мистерии эрота, но, кроме того, объясняет Дафнису, готовому немедленно мчаться к Хлое, что Хлое будет больно, она будет кричать, плакать, и Дафнис останавливается при мысли о том, что он причинит Хлое какие-то страдания. То есть агрессия постепенно сходит на нет. Животное начало в злополучных козлах, попытавшимся быть волком, как выясняется позже, благородном Дарконе и в доброй Гетере, которая затем уже приглашена на свадьбу, как вообще все, включая врагов и соперников Дафниса, гасится и оккультуривается. Миф об инициации незнающего поля существа, вытесненный в классической греческой литературе и мифологии, востребован лонгом в контексте отношения природы и искусства, город-деревня, аристократов при Турезином, и всем этим мотивом он дает абсолютно бытовую мотивацию. Но он не нанизывает мифологические аллюзии, не играет тезаурусом традиционного наследия, вводя имена и упоминания редких мифов. Напротив, он рассказывает бытовые истории. Несакральная блудница, молодая горожанка, которую пожилой крестьянин привез скучать в деревню, например. И хотя вся эта сцена сделана такой несколько гриблазной, сохраняется обстановка водопой, животные, чаща, низина, источник с водой, куда она его заманивает, и в сцене с ряженым волком, и в сцене с ликвением воспроизводится тема чаще и леса, и водоема, ну, так сказать, у пруда, свидание у пруда. Ну и кто не понял, тот на третий раз поймет, что эти волчьи истории про украшение животного агрессивного эроса как трижды упомянуты или распространенно представлены истории о девах-нимфах, жертвах пана. Но я не буду их рассказывать, но вот есть три истории, которые рассказываются или представляются, как сценка об опинии серинги и эхо, и каждая следующая страшнее предыдущая, а пан в ней все свирепее и все жесточее. Но эти мифы поданы как вот либо как в рассказе о прошлом, либо как вот эти сценки, в которых серингу играет, танцуя, хлоя, пана, дафнис. При этом вся агрессия переходит в то, как мощный возбужденный анаграл на свиреле. Затем и пения, и серинга как предметы, скажем, волшебные, и эхо как волшебное явление участвуют в мероприятиях пана по спасению хлои, как его волшебные помощники. То есть они стали его союзниками и помощниками, наводят морок и ужас на похитителей хлои. То есть даже эти жертвы примиряются с паном и в своем новом качестве служат ему верой и правдой, так же, как он больше не бесчинствует, а верой и правдой служат и роту, и нимфам. Простите, Нила Владимировна, премьер уже есть. Да, ну я уже кончаю. Мне осталось сказать только, что этот же пан говорит похитителям хлои, на что вы дерзнули безумцы. Вы оторвали от алтарей деву, из которой и род хочет сделать миф. Это ключевая фраза всей истории, потому что все построение романа, исключительно многословное и продуманное, создающее впечатление вот этой простоты и наивности, эта история вводит нас в мир, в котором миф рождается. Это не вторичная мифологизация, как там в 20 веке, это попытка создать тот место рождения мифа, когда он еще существует как реальные события, вот эти первые события, и этому служит и введение, в котором автор приезжает на Летбус поохотиться, видит там пещеру нимф, и там картину с изображениями, как мы узнаем, за тем сюжетов, которые потом рассказываются, и экзегет, так он называется, ему все это объясняет, а он пишет сочинение, в которое излагает события, в сущности перед нами священное сказание, сказание, которое объясняет культ, и в конце романа устанавливается культ эрота, которого до тех пор на Летбусе не знали, как отдельное божество, эрота пастыря, поймена, такого культа не засвидетельствовано, и повышается статус культа пана, у которого пана воителя, который там воюет и защищает, и он обретает храм вместо алтаря, обычного алтаря в лесу под деревом. Таким образом, это становится аритологической. Роман оказывается построен по модели аритологического сказания о благих делах того или иного божества, которое помогло кому-то, не знаю, спастись от кораблекрушения или что-нибудь еще, и завершается вот таким способом, при том, что само свое сочинение Лонг называет анатома посвятительный дар эроту, хотя это и метафорично, тем не менее он образно ставит книгу в ряд посвятительных даров, которые видят в предисловии, описано видят в этой пещере, и в конце, я уже пришла к концу, и в конце мы узнаем, что эти предметы, этот подойник, эту свирель, эту сумку пастушью, которые он видит, как музейные экспонаты, посвящают Дафнису Клое в эту самую пещеру, то есть устанавливается вот это мифопорождающее событие в самом романе. Спасибо, извините, что я немножко задержала. Владимир, спасибо большое за замечательный доклад. У меня вопрос такой, значит, во-первых, то, что вы сказали про пана, знаете ли вы о находке изображения, судя по всему, того самого пана, который при марафоне грекам помог? Месяца три тому назад было найдено изображение пан, а за ним идут гоплиты. Вдруг это вам пригодится? Старатиотес, да. Пан Старатиотес. Да, вопрос у меня такой, не пытались ли вы с именем Дорпена что-то сделать, скажем, связать с именем, с названием третьего дня Апатурий или с мекенской богиней Дорквей? Нет, не пыталась. Между тем, это могло бы быть любопытно. И Люкейон, это имя этой самой Гетеры, оно, как и положено имя Гетеры, в среднем роде, я правильно понял, да? Да, конечно, да. Здесь хорошая традиция тоже, да. Да, простите, вот мекенской, мекенской, что я не упустила. Мекенская божество, которое называется доквея, женское явно божество, которое связывается вот с этим названием одного из дней праздника Апатурии. Да, но это газель, это, как бы сказать, животная газель. Может быть, это мекенская богиня тоже такая, газель и богиня. Дело в том, что мне удалось как бы найти мотивацию для всех, кроме одного, имен в Дафнице и Хлое. Вот, они все говорящие, но про Дафнице и Хлое это само собой понятно, да, это такие растительные божества, но это не только этот. Дафнис Романа противопоставлен Дафнису мифа, там очень много такой игры, поэтому для того, кто ведется волком, именоваться газелью, мне кажется, очень такой говорящий случай. Ну, конечно, я посмотрю, про Даркею это... очень интересно. Вот, спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова